Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я поговорю об одном интересном инсайде из криптовалютного закулисья, который может повлиять на биткоин и криптовалютный рынок уже 8 января этого года. Тот, кто его дал, очень долго терпел, как минимум 6 недель, прежде чем вынести это на публику. И он знает, чем он рискует. Он рискует тем, что биткоин может обвалиться 8 января так низко, как никто не ожидает. Если ты инвестируешь в криптовалюту более 5 лет, то ты наверняка знаешь, кто такие братья Уинклвас. Это люди, которые являются ранними инвесторами в биткоин и покупали его еще на MTGOX, некогда крупнейшей криптовалютной бирже, которая впоследствии обанкротилась. Также Уинклвас известны как создатели криптовалютной биржи Геомини, одной из немногих, которая официально регулируется в Соединенных Штатах Америки. Как раз таки крах MTGOX и вдохновил их на создание такой биржи, которая бы имела все регуляторные разрешения на работу в США. Сегодня утром произошло нечто, что меня лично очень сильно завело. Настолько сильно, что я решил сразу же снять это видео для тебя, потому что ты должен это знать. Ведь речь идет об опасности крупнейшим держателям биткоина. Это 600 тысяч монет. Ну и соответственно все остальные холдеры тоже могут пострадать. Но кроме этого сама история просто-напросто интересна, ведь она немного приоткрывает нам то, что происходит за кулисами криптовалюты. Если это видео покажется тебе интересным, не забудь поставить лайк. Мы набрали почти 3000 лайков на прошлом выпуске после большого перерыва. И это очень сильно меня мотивирует. Большое спасибо за такую дикую поддержку на таком печальном рынке. Итак, сегодня утром. Итак, сегодня утром Кэмерон Уинклвас, один из братьев Уинклвас, раскрыл публично свою личную переписку с неким Барри Сильбертом. Почему это важно? Потому что Барри Сильберт – это создатель Digital Galaxy Group. Digital Galaxy Group – это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, которая занимается инвестициями в криптовалютный рынок и цифровые активы. Ее дочерними компаниями являются CoinDex, Foundry, Genesis Trading, Luna и, наконец, Grayscale Investments. Уж про Genesis и Grayscale ты точно знаешь, ведь у Grayscale более 632 тысяч биткоинов. Это один из самых крупных держателей главной криптовалюты. Genesis Trading, как ты помнишь, испытывает финансовые трудности и многие подозревают, что она может объявить банкротство. Уже больше месяца она не позволяет выводить деньги своим клиентам. При этом дела у Grayscale тоже идут не очень. Ведь фонд предлагает скидку 45% на свои обернутые биткоины. Но кроме этого есть интересная информация о состоянии самого Барри Сильберта. Так сказать, отца-основателя всех этих компаний. Из отчета Forbes крупнейшие криптоигроки за 2022 год потеряли в совокупности более 116 миллиардов долларов. Еще раз повторяю, это отчет Forbes, а не кто-то там. В списке мы можем найти также и изменения состояния тех или иных криптомиллиардеров. Среди них мы находим имя Барри Сильберта. И мы видим, что его состояние упало с 3,2 миллиарда долларов в марте прошлого года до нуля долларов под конец прошлого года. Исходя из отчета Forbes, его состояние рухнуло до нуля. Об этом почему-то мало кто говорит. В списке бывших миллиардеров мы также видим участников криптобиржи FTX, которые тоже потеряли все свое состояние. Их состояние упало до нуля. Например, Сэм Бэнкман-Фрид, Гарри Ванг. Все они из FTX. И только лишь Барри Сильберт из этого списка, чье состояние тоже упало до нуля, не из FTX, а из Digital Currency Group. Крупнейшей инвестиционной компании, которая инвестирует в цифровые активы. На самом деле, я не понимаю, почему никто об этом не говорит и никого это не волнует. Меня это волнует. Каким образом создатель крупнейшей инвест-компании цифровых активов является банкротом по итогам 2022 года? Об этом все молчат. Ну да ладно, теперь, когда мы изучили предысторию вопроса, давай перейдем к самому главному. Сегодня утром мы узнали, что оказывается Genesis Trading, дочерняя компания Digital Galaxy Group, создателем которой является Барри Сильберт, должна 900 миллионов долларов криптовалютной бирже Gemini, созданной братьями Уинклвас. Это те самые деньги, которые однажды Gemini одолжила Genesis в рамках программы Gemini Earn Program. Так что Genesis, компания Барри Сильберта, которая и так уже подозревается в скором банкротстве, должна братьям Уинклвас почти миллиард долларов. Точнее, клиентам их криптовалютной биржи. И сегодня братья Уинклвас заявили, что пора вернуть эти деньги, причем вернуть их до 8 января, чтобы криптовалютная биржа Gemini, в свою очередь, смогла вернуть эти деньги своим клиентам. И вот это открытое письмо Барри Сильберту в официальном твиттере Уинклваса. Кстати, Барри ответил на него, но давай сначала почитаем само письмо. Это очень-очень интересно. Барри сегодня прошло 47 дней с тех пор, как Genesis заморозил выводы средств. Я пишу от имени 340 тысяч пользователей программы Gemini Earn, которые ждут ответов. Это не просто цифры на бумаге, это реальные люди. Мать-одиночка, которая одолжила тебе деньги, отложенные на образование сына. Отец, который одолжил тебе деньги, отложенные на совершеннолетие сына. Невеста и муж, которые одолжили тебе свои сбережения. Все они в совокупности одолжили тебе 900 миллионов долларов. Они заслуживают конкретные ответы. И мы здесь для того, чтобы получить их. Последние 6 недель мы сделали все, чтобы по-доброму решить вопрос. Найти способ, чтобы твоя компания выплатила обратно 900 миллионов долларов, которые она должна. При этом мы помогали сохранять твою компанию в здравии и весь твой бизнес. Мы понимаем, что любая реструктуризация сопряжена с первоначальными затратами. И иногда дела идут не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, теперь становится ясно, что ты просто тянешь время. Например, 2 декабря мы предложили лучший способ добиться решения проблемы. А именно, собраться всем вместе и все обсудить. Ты согласился, но только после того, как мы сами придумаем предложение. 17 декабря такое предложение мы тебе прислали. А 25 декабря в Рождество мы прислали обновленную версию предложения. Несмотря на это, ты продолжаешь игнорировать нашу встречу, чтобы найти решение. К тому же, ты постоянно отказываешься от конкретных временных рамок. Каждый раз на наши просьбы обсудить вопрос, ты прячешься за адвокатами, банкирами и так далее. Спустя 6 недель твое поведение не просто неприемлемое. Оно недобросовестное. Идея в твоей голове, что ты можешь тихо спрятаться в своей башне, что проблема магическим образом исчезнет и что эта проблема вообще не твоя, это чистая фантазия. Честно говоря, этот бред только твоих рук дело. Digital Currency Group, которую ты возглавляешь, должна Генезису почти 1,7 миллиарда долларов. Эти деньги Генезис должен клиентам Earn Gemini Program. Ты взял эти деньги, деньги школьных учителей, чтобы проводить исполненные жадностью выкупы акций. Для венчурных инвестиций и самоубийственных сделок Grayscale. Этими деньгами ты раздул цифру свободно генерируемых активов под управлением твоего фонда. За счет инвесторов и кредиторов ты получаешь свою личную выгоду. Теперь настало время взять ответственность за это на себя и сделать правильную вещь. Ну а дальше идет самая агрессивная и, пожалуй, худшая часть обращения. Мы не забыли, что ты начал свою карьеру в качестве помощника по реструктуризации банкротства. И мы не забыли, что ты отчаянно работал, чтобы попытаться защитить DCG от проблем, которые ты создал в Генезисе. Тебе следует отказаться от этих трений, потому что мы все знаем то же, что и ты. Digital Currency Group и Генезис несовместимы. Все получают от тебя приказы и всегда так делали. И все, что ты делаешь постфактум, это притворяешься, что все хорошо, но так долго продолжаться не может. Если бы вместо этого ты направил всю эту энергию на поиск решения, мы бы уже давно закончили. И всем было бы лучше, включая тебя. Наши пользователи устали. Они напуганы. Многие теперь в отчаянном положении. И несмотря на это, они все равно оставались удивительно терпеливыми. Но они больше не могут терпеть. Они заслуживают решения для полного возвращения всех своих денег, которые они тебе одолжили. Они хотят завершения этого кошмара. Для этого мы назначаем тебе последнюю дату для решения вопроса. 8 января 2023 года. Мы готовы работать с тобой. Но время истекает. Лично я вижу здесь два интересных момента. Два вопроса. Если создатель и руководитель крупнейшего держателя биткоинов Grayscale Trust и крупнейший инвесткомпании в цифровые активы Digital Galaxy Group не может найти 900 миллионов долларов уже с седьмую неделю, то каково реальное состояние всех этих компаний? Genesis Trading, DCG, Grayscale. И второе. Что случится, если Барри Сильберт не решит вопрос до 8 января 2023 года? Итак, Уинклвас опубликовал это письмо публично у себя в Твиттере. И оно привлекло 8 миллионов человек. Огромнейшее внимание. Поэтому не могло не остаться без ответа Барри Сильберта. Барри Сильберту пришлось ответить на него. И вот что он написал. Digital Currency Group не брала взаймы 1,7 миллиарда долларов у Genesis. Digital Currency Group никогда не пропускала процентные платежи в пользу Genesis и своевременно выплачивает все непогашенные кредиты. Следующий срок погашения кредита – май 2023. Digital Currency Group передала Genesis и вашим советникам предложение 29 декабря и не получила никакого ответа. На что Уинклвас ответил кратко. Ну вот опять. Перестань притворяться, что ты и Digital Currency Group – это невинные наблюдатели и не имейте никакого отношения к созданию этой проблемы. Это совершенно не искренне. Так как же Digital Currency Group должна Genesis 1,7 миллиарда долларов, если она никогда не брала эти деньги в долг? Как же так? Барри учтиво проигнорировал этот ответ. Как и вопрос, который Уинклвас задал уже публично. Решит ли он проблему долгов Genesis и DCG перед Gemini Earn до 8 января 2023 года. На самом деле срок до 8 января ужасающий. Это всего лишь 4 дня. Чтобы выплатить долг около миллиарда долларов, Digital Currency Group придется продать огромное количество биткоинов в Grayscale Bitcoin Trust, что точно на краткосрочной перспективе обвалит рынок, как отмечает финансовый аналитик. GBTC придется ликвидировать, чтобы выплатить эти деньги. Это будет очень плохо для краткосрочной цены биткоина. Очень плохо. Кроме этого, это накладывается на миллиардные потери после краха FTX. Барри отчаянно пытается привлечь инвесторов, но если его заставят ликвидировать Bitcoin Trust, чтобы закрыть долги, это будет очень плохо. Это 600 тысяч биткоинов, проданных на рынке. Даже не знаю, как низко биткоин упадет после такого. На этом все, ребята. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира криптовалюты. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok